В преддверии столетия геноцида народа Южной Осетии 1920 года ведётся сбор необходимых материалов и информации для предоставления в Государственную Думу и Совет Федерации Федерального Собрания России. Законодательный орган нашей республики ранее направил обращение о признании геноцида народа Южной Осетии в Государственную Думу. Там незамедлительно была создана специальная комиссия по изучению вопроса. Неоднократно данная тема обсуждалась в Москве, в том числе в конце ноября в Государственной Думе во время работы второй международной конференции с участием парламентариев всех стран СНГ, кроме Грузии и Прибалтики. Создана рабочая группа этим комитетом. В эту рабочую группу входят учёные с российской стороны, которые работают с материалами по геноциду осетин 1920 года, работают в архивах Российской Федерации. И буквально в ноябре месяце, когда парламентская делегация парламента Южной Осетии была на конференции в Российской Федерации, мы встречались с депутатской группой и с председателем комитета Калашниковым Леонидом Ивановичем, также с Вадоладским Виктором Петровичем, где обсуждался этот вопрос. И мы на этой встрече договорились предоставить друг другу документы, всю информацию касательно данного вопроса геноцида осетин 1920 года. К столетию геноцида осетинского народа разработана специальная программа памятных мероприятий. Одним из пунктов является издание научного труда на тему геноцида. Более двух лет кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Юго-Асинского научно-исследовательского института Константин Пухаев работает над книгой «История геноцида Южных Осетин» в 1920 году. Собранные Пухаевым материалы также будут направлены в Государственную Думу. Более того, прорабатывается место и время проведения совместного заседания комиссий Государственной Думы и Южной Осетии для обсуждения собранных материалов. За основу тех материалов, которые есть у Юго-Асинской стороны, мы взяли работу Куста Петровича Пухаева. И в ближайшее время все это направим, конечно же, председателю этой комиссии, Ваталадскому Виктору Петровичу. И уже они со своими материалами это все сверят. И на этой встрече также была договоренность о совместном заседании этих комиссий, как с российской стороны, так и Юго-Асинской стороны, чтобы уже совместная комиссия вынесла для обсуждения в Государственную Думу те материалы, которые соберет вот эта совместная комиссия. На сегодняшний день основополагающим направлением деятельности органов государственной власти является признание геноцида осетин со стороны Российской Федерации и других стран. Учитывая и 92-й год, 89-й год, 2004-й год, 2008-й год, это все следствие того, что в свое время агрессора и республику, которая учинила геноцид в 2020 году, вот эта республика не принесла никакого наказания. И впредь, чтобы такого не было, мы должны добиваться уже признание данного факта. Сегодня над этим вопросом должны работать не только созданные комиссии. Вопрос признания геноцида необходимо поднимать на всех имеющихся площадках, доносить до мирового сообщества всю правду о событиях столетней давности, о тех зверствах, которые грузинские националисты учинили в отношении осинского народа. К этой работе должны быть подключены все имеющиеся у нас ресурсы, включая общественные и политические организации и союзы. Только в этом случае, сообща, можно добиться конкретных результатов.